Всем привет, друзья! Сегодня у меня BQ E6. На данной модели бренд французского магазина FNAC, которых много в Испании. Вот так это обычный BQ. Такая же модель точно. Я менял на нем динамик Aquarius E6. Закуплен французскими магазинами электроники FNAC. Менять будем дисплейный модуль. Поставил на зарядку аппарат. После достаточно сильного удара, как видите, немного деформирован корпус. Здесь еще надо будет постараться аккуратно снять и поставить, минимизировав зазор между стеклом и корпусом. Благо пластиковый корпус, я думаю, что получится нормально. Не алюминий. Не надо будет сгибать, подгибать, выпрямлять. Матрица тактильная повреждена. Как видите, точно работает. Дисплей полностью целый. Дисплейный модуль. Цена такого модуля около 60 евро. Хорошего качества. Сажать будем, думаю, что на клей. Можно было, конечно, на двусторонний скотч 3М. Сейчас такой неплохого качества. Достаточно крепкий скотч такой вот. Сажал несколько айпадов. Стекло у него прекрасно держит. Айпады мини. Айпады аэро тоже. Можно было этот посадить. Но здесь, как видите, посадка очень тонкая. Здесь, сверху, снизу, если проклеить, то сбоку практически ничего не остается. Вот поэтому лучше, я думаю, посадить на клей B7000. Вот так и сделаем. Давайте разберем, посмотрим. Я еще не менял дисплейный модуля на данной модели. Думаю, что ничего нового здесь не увидим. Думаю, что если это не особо, то есть если четвертый модуля проявляем. Давайте разберем его. Подтяните. Садится. Подтяните. Спустя «Сампийский» Увидимся. Подтяните. Вообще-то здесь. Вот так. Подтяните. Подтяните. Разберем. Подтяните. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Батарея... Разъём дисплея... Разъём нижнего шлейфа... Нижнего модуля, точнее... Не знаю, насколько сильно приклеена батарея здесь... Думаю, что не очень... Да... Нормально отходит... Без дополнительного подогрева... Разъём танческрин... Три... Винтика системной платы... Разъём кнопки звука... Коаксиальная... Это у нас камера передняя... Можно, наверное, не отстёгивать... Основная камера осталась... Но... Думаю, можно её не трогать... Хотя лучше, наверное, снять... Чтобы не оставить отпечатки на... Случайно... На оптике... Аккуратно демонтируем... Всё... Тач можно снимать... Дисплей тоже... Ставим на сепаратор... Разогреваем... До 100 градусов... 2-3 минуты... На сепараторе... И можно будет снимать... Дисплейный модуль... Оставайтесь... На связи... Где-то 5 минут он мне полежал... На разогретом сепараторе... На разогретом сепараторе... До 100 градусов... Он, как видите... Снимается... Отлично... Без особых усилий... Оставайтесь... Опять... Оставайтесь... Он, конечно... Этот дом и самолёт зак prospective. Окей... Нижняя прокладка нижних кнопок стоит на новом модуле. Отсюда можно будет снять только укладку передней камеры. Продолжение следует... Вот тут у нас тоже небольшая деформация корпуса. Важно, чтобы дисплейный модуль влез без особых усилий. Как видите, даже есть трещина на самом корпусе. Продолжение следует... Чищаем от пыли, обезжириваем. Остались кусочки стекла. Давайте прикинем... Подключим к системной плате, посмотрим на качество нового дисплейного модуля. Пристегиваем дисплей. Загорелась прошивка. Афнаковская прошивка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Еще раз включаем. Еще раз включаем, отстегнулась батарея. Все работает. Не бывает проблем с дисплеями на BQ. Единственная BQX5. Кто знает такую модельку, по-моему, я ее выкладывал. Не знаю, честно говоря, не помню, выложил ее в финале или нет. Проблемы с ними были. А вот эти линейки E, они нормальные. А вот эти линейки. Думаю, можно ставить смело. Отключаем. Давайте проверим. Посмотрим, все ли нормально садится. Чтобы потом, когда уже клей намажем, не поднимали по несколько раз. Особенно углы, которые были битыми. Проверяем. Проверяем посадку. Вроде нормально все. Завлекаем муль. Трябой вариант. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...